В подъедке и выкрики, если на льду судья и судья не суши игру, претенденты на роль главных арбитров континентальной хоккейной лиги готовятся к новому сезону. Если кому-то покажется, что выглядит это все слишком просто и непринужденно, знайте. Новые правила подготовки включают также легкоатлетические упражнения и тест на штангу. Все это добавляется еще к нормативам на скорость и владение коньком. Но это не все новшества в подготовке. В этот раз, когда судьи сдавали тесты по правилам, мы им сделали фон, то есть звуковой фон трибун, под крики всякие разные, гол, шайбу и так далее, чтобы они немножко находились в той теме. Давление трибун на судей, нецензурные ругательства болельщиков, все это создает непростую атмосферу. А прибавьте сюда еще и настроение. Если день в семье не задался с утра, то вечером можно ошибиться в игре. Решать такие вопросы арбитрам помогает профессиональный спортивный психолог. Мы все живые люди и судьи в том числе, поэтому очень много было вопросов, которые связаны были и с личными проблемами, которые в свою очередь влияют на качество обслуживания матча. Кроме психологических проблем, с которыми справиться можно, на качество судейства влияет состав арбитров. И с этим уже сложнее. На всю лигу их 32 человека. Считается, что это мало. Поскольку количество игр вчетвером теперь выросло и будет каждая вторая игра с двумя главными, с двумя линейными судьями, я думаю, что это маловато. Еще там четверых-пятерых не хватает. Но на данном этапе просто будет у других большая загрузка. Ну, с этим ничего не сделаешь. Минувший чемпионат мира показал, что и на международном уровне российские арбитры ценятся. Доказательством тому их судейство в матче за третье место и полуфинале. До финала, к счастью, наших не допускают. Наши судьи, которые сейчас, как бы правильно сказать, что потребованы. Любая страна хочет видеть где-то на каком-то этапе даже своих стран. Уже не говоря на чемпионате мира. Да, наши ребята судили, уезжали на чемпионат мира и судили и полуфиналы. Но мы же не виноваты, что мы в финале играем. Это хорошо. Мы согласны судить полуфиналы. Значит, наша команда играет в финале. Правильно? До назначения арбитров на хоккейные матчи Олимпиады в Ванкувере остается полгода. Но уже понятно, что без наших судей не обойдется. Сплюньте, говорят они, пока еще слишком рано. И готовятся обслуживать матчи группового этапа и плей-офф. Никто не расстроится, если и на этот раз наших арбитров в финале не будет. Георгий Андрушкевич, Владимир Межинский. Инфокс.